Прописи и иероглифов Прописи и иероглиф Итак, IOE-Охироганой Катаканой Что мы делаем далее? То, что я собственно изобрела Сама 10 лет назад Когда работала в школе Мне нужно было для учеников делать прописи И я придумала делать их вот так Значит мы берем Наше IOE-О, нажимаем на шрифт И вот здесь, вот видите Зачеркнутый, подстрочный с тенью, есть контур. Контур увеличиваем, чтобы у нас был такой удобоваримый контур. И вот они, наши прописи. Если вдруг у вас не предлагает опцию контур, такое в принципе может быть, то попробуйте из моего вот этого вордовского файла, я его приложу к видео, скопировать вот такие вот контурные и у вас может появиться опция контур. Без контура тоже можно и достаточно просто. Смотрите, что мы для этого делаем. Отменяем все это дело. Сделаем покрупнее. И просто меняем цвет на какой-нибудь серенький. На какой-нибудь серенький, на какой-нибудь голубенький. Можем сделать пожирнее. И вот у нас получаются очень красивые буквы, которые нужно аккуратно и красиво обвести. Собственно, прописи готовы. А и иероглифы. Та же самая история. Вот у нас иероглифы, сделанные контуром. Вот они такие. Единственное, конечно, это печатные иероглифы, как вы, возможно, видите. То есть, вот этих вот утолщений, вот этих вот удлинений, ну и там некоторых еще моментов, их нет в письменном виде. Но, во-первых, вы можете найти иероглифы каким-то другим шрифтом, более рукописным. А, во-вторых, здесь нам поможет Яркси, потому что в прописях иероглифов, как правило, в хороших, есть такая вещь, как порядок черт. И это нужно и важно. Но для этого нам поможет программа Яркси. Тоже, если у вас нет, скачайте. Для компьютеров она бесплатная. Для телефонов демка тоже бесплатная. Яркси. Восьмая у меня серия. Значит, мы берем какой-то иероглиф. Ну, давайте не этот, а какой-нибудь более простой. Ну, например, Т, рука. Вот у нас иероглиф Т. Мы его открыли. И вот здесь, видите, кисточка. Диаграмма начертания. А на телефоне, значит, на айфоне это называется черты. На андроиде, по-моему, тоже это называется черты. В общем, всегда есть кнопочка черты или вот такая кисточка. Что она делает? Показывает нам порядок черт. Смотрите, как замечательно. И это зацикленная вещь. То есть вы прописываете какой-то иероглиф. Вы поставили себе вот это. Смотрите сюда и прописываете прописи. Именно так, как показано здесь. Потому что, видите, показано не печатный вариант, а именно, как это делается кистью и, соответственно, как это делается ручкой. И, собственно, все. Успехов вам в создании своих собственных прописей. Дальше вы это распечатаете в таких количествах, которым вам нравится. И можете пользоваться. До свидания.